Здравствуйте, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития памяти у детей. Это третья программа из цикла, где мы разбираем основные проблемы, которые мешают ребенку эффективно и хорошо учиться в школе. До этого мы разбирали проблемы с мотивацией и нейропсихологические проблемы. Если вы еще не смотрели эти выпуски, то обязательно посмотрите их. Ну, а сегодня я расскажу про методики эффективного обучения и основные принципы эффективного обучения ребенка в школе. Итак, первое, что вам нужно знать по методикам эффективного обучения, это то, как формируется любой навык. Процесс формирования любого навыка состоит из четырех стадий. Неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность и неосознанная компетентность. Да, звучит достаточно странно и страшно на первый взгляд, но все достаточно просто. Давайте поэтапно разберем пример, когда ребенок учится ездить на велосипеде. Итак, первый этап неосознанная некомпетентность. Ребенок еще маленький, он, в принципе, даже не знает, что есть велосипеды, то есть не осознает, что некомпетентен и, естественно, не умеет на велосипеде этом ездить. Неосознанная некомпетентность, не знаю, что не могу и не могу что-то делать. Второй этап, это осознанная некомпетентность. То есть ребенок видит уже детей других на велосипеде и, в принципе, понимает, что он сам может также, скорее всего, ездить на велосипеде. Да, сейчас он не умеет, но он понимает, что, в принципе, если научиться, дети другие не сильно от него отличаются и по возрасту, и по комплекции. В принципе, он, если научится, то тоже сможет ездить на велосипеде. Третья стадия, это осознанная компетентность. Когда ребенок уже научился ездить, но для того, чтобы ему ездить, ему нужно полностью осознавать весь процесс езды, то есть ему нужно полностью контролировать то, как он едет. Это ощущение сравнимо с тем, что вы испытывали после того, как сели только за руль автомобиля после автошколы. Когда вы уже умеете ездить, но для вас езда это огромный стресс. Вы не понимаете, как можно одновременно крутить руль, переключать коробку передач, контролировать все, что вокруг происходит и еще замечать знаки дорожного движения. И вы искренне удивляетесь тем людям, у которых как-то получается при этом еще и по телефону разговаривать, еще и радио слушать, еще с кем-то в салоне автомобиля беседу вести. Вы не понимаете, как, в принципе, нормальный человек может это делать, потому что даже те процессы, которые входят в управление автомобилем, вы не можете одновременно все это как-то успеть. Четвертая стадия это неосознанная компетентность, когда вы уже научились на автомобиле или ребенок научился на велосипеде ездить и может от процесса получать удовольствие. То есть может параллельно какими-то другими делами заниматься, по телефону разговаривать, может ускоряться, замедляться, какие-то маневры делать. То есть это процесс, который до автоматизма доведен и даже после того, как вы, например, 5-6 лет на велосипеде не ездили и сели за руль велосипеда, если у вас навык доведен до уровня неосознанной компетентности, вы садитесь и едете. Теперь давайте подробно все эти стадии с физиологической точки зрения разберем. Нам больше интересны стадии номер три и номер четыре. Что физиологически в мозгу происходит? На стадии три происходит формирование нейронных связей. То есть все мы знаем, что любой навык это набор нейронных связей, сформированных, то есть мы чему-то научились, у нас в голове появились нейронные связи. То есть ряд нейронов соединился между собой и вот у нас такой навык появился. На четвертой стадии у нас нейронные связи стали толще, то есть они не разрушаются после определенного периода времени. Есть такая поговорка талант не пропьешь, она как раз таки касается вот этого момента, то есть если человек очень хорошо ездит за рулем и у него очень толстые нейронные связи сформированы, соответственно даже через много лет сигнал по этим нейронным связям пройдет и соответственно он человек будет также практически так же хорошо ездить за рулем. Итак, очень важно перевести любой навык из третьей стадии в четвертую стадию, потому что если мы оставляем этот навык в третьей стадии, то соответственно эти нейронные связи очень легко с течением времени разрушаются. Могу привести очень простой пример. Большинство из вас, ну так же как и я в школе изучали английский язык и я думаю все мы помним, как в начале сентября каждый год мы учили неправильные глаголы английского языка и каждый новый год учили их заново, причем к концу сентября мы вроде как знали их достаточно хорошо, а на следующий год мы учили их по новой, то есть казалось, что в первый раз видим. А почему так происходит? Потому что как раз таки мы не довели их до четвертой стадии, знание их до четвертой стадии и соответственно за год эти нейронные связи у нас разрушились. То есть этот принцип обучения гласит, что если какой-то навык нам нужен, например, навык счета, то важно его у ребенка довести до четвертой стадии, до полного автоматизма. Следующий принцип это выход из зоны комфорта. Любое обучение это выход из зоны комфорта, нормальное обучение. То есть если вы своему ребенку наняли репетитора и у ребенка все задания, которые дает репетитор, получаются стопроцентно, то это очень плохо. Почему? Потому что с точки зрения тренировки мозг можно представить как мышцу. Давайте приведу пример с тяжелой атлетикой. Каждый раз, когда спортсмен хочет накачать себе мышцы, увеличить их объем, он берет вес чуть больше, чем может поднять. То есть он тренируется всегда на грани своих возможностей. То есть, например, если спортсмен жмет лежа штангу и может спокойно поднять 70 килограмм и уже не может поднять 80 килограмм, то он тренируется 75 килограммами, которые он через силу поднимает и потихонечку добавляет вес к штанге. Если этот спортсмен будет поднимать штангу в 40 килограмм, самое лучшее, что с ним случится, это он сохранит свою текущую форму. Но, скорее всего, даже этого не случится, потому что мышцы с течением времени будут разрушаться. Потому что, если нет развития, есть деградация. Так же, как и с мозгом. То есть, если репетитор дает ребенку задание, которое у него 100 процентов получается, ребенок счастлив, доволен, то это отвратительный репетитор. Потому что, с одной стороны, ребенок должен быть доволен, но с другой стороны, при обучении должна быть каждый раз дополнительная нагрузка, когда ребенок тренируется. То есть, какой-то предел, когда ребенок еще не может это сделать и тренирует способность это делать. Третий принцип, который, к сожалению, в школах очень редко используют, это разделение нагрузки. Что значит разделение? Это значит, что, например, если ребенок будет несколько дней подряд заниматься только математикой, то за буквально 5-7-10 дней полноценных занятий он может пройти программу годовую школы и будет ее знать сильно лучше, чем его одноклассники. Это звучит очень странно, это звучит неправдоподобно, но по факту это так. Могу привести пример, когда я с ребенком троечникам, из 6 класса мы проходили программу 7 класса буквально за 3 дня и ребенок в среднем троечник на 5 списал выпускную контрольную для 7 класса. То есть, он учащись в 6 классе, мы прошли с ним биологию 7 класса по принципам эффективного обучения, 2 с половиной дня занимались только биологией и он выучил ее сильно лучше, чем в среднем ребята, которые в 7 классе учатся. То есть, если вы хотите прокачать у ребенка знание какого-то предмета, например, на каникулу, то изолируйте и занимайтесь в определенный срок только этим предметом. То есть, например, несколько недель ребенок или несколько дней ребенок занимается либо только математикой, либо только русским и результаты будут сильно лучше, если ребенок будет, например, тремя-четырьмя и более предметами заниматься. Следующий принцип это целостность, целостное представление ребенком предметом. Это более актуально уже в средней и старшей школе. Давайте объясню, в чем здесь соль. Итак, как происходит стандартное обучение ребенка в школе. Допустим, вот у нас линейка времени, сентябрь, октябрь, ноябрь и так далее. Ребенок проходит, например, физику. Как происходит процесс разбора физики, прохождения его в школе. Вначале детям объясняют параграф номер один, потом номер два, номер три и такое последовательное прохождение курса. Когда у нас в ноябре какая-то контрольная работа итоговая, то что происходит? Мы у ребенка спрашиваем информацию из параграфов начальных, а он ее абсолютно не помнит. Почему? Потому что у ребенка нет целостного представления, понимания предмета. Ребенок, для ребенка физика, это набор каких-то параграфов, особо не связанных друг с другом. То есть, это фактически набор каких-то яблок. Запомнить чисто физиологически большое количество разрозненных фактов и информации человеку очень сложно, потому что память наша устроена совсем по-другому. Другое дело, если мы в начале обучения либо на каких-то промежуточных этапах даем ребенку целостное понимание предмета физики. Ну, например, что у нас физика состоит из физика, например, за, не знаю, даже за всю школьную программу, да, состоит из механики, из молекулярной физики, из квантовой физики, из электродинамики, из оптики, ну, квантовую еще и атомную добавим, да. Механика у нас состоит из кинематики, динамики и статики. Кинематика это у нас про движения, движения у нас бывают там равномерные, равноускоренные, по окружности. Ну, я достаточно неразборчиво пишу, у меня листочек даже кончился, равноускоренные движения бывают, уже здесь формулы идут. То есть, у меня есть в голове целостное представление предмета физики. Если ребенку вкратце дать вот это целостное представление, даже за класс, то, соответственно, это будет такая яблоня, на которую яблоки легко будут вешаться. То есть, если мы ребенку дадим целостное представление, то каждый раз, когда будем проходить с ним новый параграф, у него в голове будет мысль, ага, вот это, оказывается, у нас относится вот сюда, к этому разделу. И информация из пройденного параграфа не забудется, а навсегда сохранится, потому что, фактически, это яблоня, mind map называется, это яблоня будет все больше и больше, а мозг наш запоминает связи. Соответственно, любая новая информация, связываясь с уже имеющейся, будет запоминаться сильно легче. Поэтому следующий принцип, это как раз таки целостное понимание ребенком любого предмета. Следующий принцип относится скорее даже не к методикам эффективного обучения, а в принципе к правильному отношению к обучению. Допустим, такая ситуация, у мальчика Миши, который учится в шестом классе, все хорошо по биологии, у него пятерки, его иногда даже отправляют на олимпиады разного уровня по биологии, но при этом у мальчика Миши все очень плохо по русскому языку, то есть у него тройка и это, возможно, единственная тройка. И в школе родителям говорят, что нужно вам репетитора по русскому языку, вообще обратите внимание на русский язык, занимайтесь максимально русским языком. С точки зрения школы это правильный подход, с точки зрения жизни это абсолютно неправильный подход. Почему? Ну, представьте, вспомните, как вы выбираете специалиста. Допустим, не дай бог, конечно, у вас какие-то проблемы с сердцем. Что вы делаете? Вы ищете самого лучшего кардиолога, который есть в вашем городе. Вам практически не важно, сколько он стоит и вам 100% не важно, как дядя Миша кардиолог, самый лучший в вашем городе, учился по русскому языку в школе. То есть мы выбираем какого-то узкого специалиста только по его основной компетенции. Вам не важно, какой он семьянин, вам не важно, как он учился в школе по другим предметам. Вам абсолютно не важно на все, кроме как на его основную компетенцию. Такое же отношение я предлагаю вам в отношении своего ребенка также применять. Лучше те же деньги, если количество средств в семье ограничено, те же деньги на репетитора потратить на хорошего репетитора по биологии, которые позволят ребенка прокачать еще сильнее в этой тематике, которая ему нравится и позволят ребенку в дальнейшем быть сильно успешным в биологии, возможно, в науке, возможно, в медицине. В общем, в профессиях, которые очень смежны с биологией. То есть такой подход позволит в дальнейшем ребенку, во-первых, быть счастливым, потому что он будет заниматься именно тем, что ему нравится, ну а во-вторых, быть более финансово успешным, потому что максимальное количество финансовых ресурсов получает именно те специалисты, которые являются номер один в своих специальностях, в тех вещах, которыми они профессионально занимаются. Следующий принцип о том, как, в принципе, происходит запоминание и забывание. Еще позапрошлом веке немецкий ученый Бенгаус провел эксперимент и определил, как, в принципе, происходит забывание с течением времени. Если у нас вот здесь 100% информации, то график выглядит вот следующим образом. То есть буквально через 19-20 минут после того, как информацию мы какую-то новую получили, мы забываем 40% и у нас остается всего лишь 60% информации. Через, вот здесь у нас 20 минут, через примерно один день у нас остается еще меньше, у нас остается 30% информации. И где-то через 6 дней у нас остается меньше 20% информации. Что же делать, как нам не забывать, как ребенку не забывать то, что он прошел? Есть две системы правильного повторения, которые, в первом случае, надолго нам нужно запомнить, когда мы какую-то информацию хотим очень длительный период времени в голове держать. Ну, а другой режим назовем экзамен, когда ребенку надо к экзамену подготовиться. Это не годы, но через несколько дней нам нужно это знать. Итак, первое повторение в обоих случаях происходит сразу. То есть, что-то выучили, сразу повторили. И тут, и тут. Сразу. Следующее повторение вот в этой точке. Через 20 минут после первого. Прям можно с секундомером стоять. Следующее повторение, когда хотим надолго запомнить. Время у нас есть через день, то есть, через 24 часа. В случае с экзаменом, если это будет не ночь, то в промежутке между 6 и 12 часами. То есть, желательно, в идеале через 8-9 часов повторить. В случае с экзаменом, еще в следующий раз через 24 часа. И, в принципе, мы готовы к экзаменам. Ну, а в случае, если нам нужно навсегда запомнить, то следующее, пятое повторение у нас через 2 недели. Ну, и четвертое, точнее. Ну, а пятое через 2 месяца. Вот при таком подходе этот график у нас очень сильно меняется. То есть, мы повышаем его вот в этих точках. И, в итоге, у нас практически почти все 100% информации запоминаются. Итак, я рассказал про основные принципы эффективного обучения, которые, если вы в отношении своего ребенка будете применять, то учеба его в школе будет сильно легче, сильно проще. Ну, а будущее более счастливым. Спасибо за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, то присылайте их на нашу электронную почту вопрос-собака-турбери.ру. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Программа «Учимся учиться». Успехов в учебе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова